Всем-всем-всем привет! Пока все приходят, да. У нас множество, просто множество марафонов. Я участвую в марафоне ГОАР по макияжу, я участвую в марафоне, который сегодня с утра запустили девчонки. Это маска-марафон. Столько всего происходит реально крутого. Сейчас со своими девчонками, фитнес-тренерами говорила. Скорее всего, мы, может быть, запустим тренировки онлайн. Сейчас вот так. И сегодня. Сегодня у нас будет реально потрясающий просто прямой эфир. Это мои вышестоящие топ-лидеры. Марина и Илья Перфилевы. Так, проверка связи. Вот. Илья, слышно, видно? Да, да, да. Все окей. Сейчас мы поменяем картинку. Все, все. Отлично. Закадровый. Отлично видно. Нас уже видно? Да, нас уже видно. Привет всем. Сейчас я на другом подключу, чтобы нам самим себя видеть. Окей. Привет. Есть на красной звуке. Привет всем. Радуемся. Видите, как нас слышно? Слышно? Отлично. Я сейчас еще у себя громкость прибавлю. Вот. Ну, слышно. Вроде бы все хорошо. Отлично. Замечательно. Да. Мы вот просто, мы недавно с Мариной и с Ильей встречались с командой в Zoom. Наверняка слышали такое, да, приложение, где прямые эфиры. А тут мы решили. Я просто понимаю, что эта тема настолько актуальная. Вот это коронавирус. Что происходит? Потому что то, что происходит у вас, да, это может быть, может быть, я так думаю, да. У нас будет через три-четыре, не знаю, сколько недели, все это будет зависеть только от нас. И как, на самом деле, то, что у нас ходит одна информация, то, что ходит информация у вас. Как вас научили сидеть дома или что делать, да. Вот это, конечно, будет очень-очень актуальная тема, да, наверное. И, кстати, Мариночка, вы успели прочитать комментарии, которые сдавали под постом моим? Честно сказать, нет. Еще не успели, потому что на связи с руководством Арифлеем сейчас принято решение, что вся регистрация в компанию будет бесплатна. Я не знаю, кто прочитал, а, наверное, еще нет. Вот буквально информация в полчаса как есть о том, что регистрация будет бесплатна абсолютно для всех, независимо от какой заказ человека делали. Вот, поэтому это хорошая суперновость. Вот пока мы были во обсуждении, поэтому не успели. Если ты сможешь, потом озвучишь вопросы. Да, я возьму, да. Да, как мы здесь оказались, да, кто мы такие? Топ-лидеры компании «Ликлэйс» в России, спонсоры Ирочки Басюк, тоже топ-лидера. Мы в компании больше 20 лет и развивали бизнес так, что у нас... Как мы здесь оказались? У нас здесь дом... Где здесь? Здесь, в Испании, в Жероне, 100 километров от Барселоны. И мы получили вид на жительство в 2013 году, поэтому мы можем постоянно здесь находиться и без визы, и сколько получится. В январе месяце мы сюда вернулись после Нового года. И, собственно говоря, когда мы начались развиваться с событием, нам нужно было ехать уже в марте как бы домой собирались на мероприятия, которые в итоге отменили, да, все вот такие... Именно массовые... Больше вначале 100 человек не собирались. Но в России сейчас. В России, да, потом 50. В России, да. Сейчас уже не собираться вообще никак. И мы, получается, здесь немножко застряли, потому что заходиться мы можем здесь постоянно. Нам нужно выселяться из отеля, как вот, например, с 26-го, по-моему, да, испанское правительство приняло решение, что объявили заранее с 19-го, что все должны выехать из отелей. И поэтому вот транспорт МЧС, последний самолет, улетел в 27-го. Нужно было в консульство обращаться для всех граждан России. Мы приняли решение, что мы останемся здесь, потому что уже в этом режиме живем три недели. Видим, что вокруг нас люди живы, тоже здоровы, да. Поэтому мы не будем, с одной стороны, наводить щенячий оптимизм, что все это вот, оно где-то там пройдет, как некоторые шапки, не закидаем, не закидаем. Потому что, и другой стороны, мы не будем наводить панику, потому что мы видим, что мы ходим в тот же универсал, куда мы ходим большой, и там все продавцы на месте, только все в экипировке определенной. Маски, значит, вот перчатки. Перчатки уже у нас закончились в магазинах, поэтому одеваем просто перчатки для самобработки вот такие вот. Никто не стесняется, так вот ходим по улицам, потому что без этого им туда. Потом моете, да? Потом моете обычно, да? Значит, это спирт медицинский, который подается здесь во всех универсал. То есть водка нам не подарит. Нет, у нас спирта нет. Я зашла, Мариночка, я зашла во многие аптеки, у нас спирта нету. Водка есть, спирта нигде нету, давно уже. Я купила какие-то там, типа, какой-то спирт на чем-то, на стойко ли там, 60% спирта, и все, в маленьких пузырьках, я не знаю, их положила, пускай, думаю, пока лежат. 60% достаточно. Вообще-то 65%. И причем они там что-то, маленький флакончик стоит 11 или 12 рублей, по твоему совету. Я думаю, вот этот маленький флакончик, у нас очень много вот таких, о, вот смотрите, у меня спрей, да, закончился. То есть я вот этот вот спирт просто-напросто перелью вот в этот вот флакончик и буду с тобой взять. Это просто вашего совета. Также я на Валдере заказала, вот как раз-таки, вот вы показали одноразовые перчатки, там 50 штук в упаковке у меня уже лежит. То есть у нас как бы еще есть. Вот. По поводу спирта, может быть, просто из-за чего, как бы, в чем суть-то? У нас тоже это просто банка, куплена вот обычная, там, пока еще у нас не закрыли на гражданин. Илья, супруг, он заранее подготовился, купили большой жбан со спиртом и вот такие бутылочки всем втроем, да. Сын, у нас, кстати, говорят, был в самом-самом эпицентре еще три недели назад. И тогда я расскажу, как развивались события, потому что все было вот достаточно динамично, когда нас в итоге закрыли на карантин. Получается, вот три недели назад. Одномоментно, в один день, в четверг был, когда заражение стало в три раза, то есть людей, которые заразились одномоментно, в три раза стало вот больше. За один день. За один день. Нежели с момента того, как в Китае заразились. Когда вот в три раза вот раз, и очень много людей заразилось по Каталанне, в Барселоне, в Мадриде и так далее, то тогда приняли решение, что нужно закрыть школы. Закрыли школы утром в четверг, сказали, что все. Что в пятницу не закроются, в четверг объявили. В четверг объявили. Всех студентов, включая нашего сына из Барселоны, распустили кампусы. То есть, как называется, на старомский... Общежитие. Общежитие, да. Студенческие распустили, всем нужно было вернуться домой. Но пока еще все так вот как бы ходили, ничего было не закрыто. Ну, в пятницу уже вечером объявили вот общий карантин. То есть, в четверг сказали, что закроют только учебные заведения. Мы срочно сыну говорим, езжай из Барселоны, там сейчас все перезакрываем. Он еще сидел там до субботы, надеясь, что все как бы... Потому что каникулы здорово же, все думали, тусоваться пойдем, дискотеки, там все дела, естественно. Ну, еще к родителям-то ехать домой, да. Вот. Но получилось так, что в пятницу уже именно правительство Каталании приняло решение о том, что закрываться будут города. Вот мэр нашего города Жирома принял решение, что город будет закрыт полностью. То есть, реально, никого не пропускали и особенно не пропускали, потому что у тебя должна быть резкая причина для того, чтобы покинуть город или обратно в Европу. И что, кстати говоря, сделала ситуацию у нас сейчас стабильной, потому что у нас на сайте мэрии отчитывается главврач госпиталя главного в Жироне. И он еще сказал несколько дней назад о том, что ситуация стабилизировалась и у нас нет геометрической прогрессии роста заболеваемости. Да, что аппаратов по искусственному дыханию хватает, слава богу. Но это исключительно, можем вам сказать точно, почему, допустим, ситуация в Мадриде и вот того региона отмечается, вы, наверное, слышали, что огромная смертность там. Это не во всей Испании, не за кого, как бы тут в разных регионах. То есть, это не во всей Испании, у вас другая ситуация немножко, да? У вас конкретно стабилизировалась. На самом деле, знаете, как бы, ну, Мадрид это как Москва, понятно, да? Да, Каталания по населению второй регион, здесь высокая плотность населения, а вот по заболеваемости на 100 тысяч человек, да, как бы вот по этому показателю, не сколько вообще заболело, а на 100 тысяч человек. Каталания там где-то на 10 месте идет, то есть здесь вот в процентном соотношении заболевают гораздо меньше, потому что, вот Марина сказала, мэр Жерона, наверное, первый принял как бы карантинные меры, но и население Каталании, наверное, отличается там от Юга Испании, от того же Мадрида. Здесь гораздо более такие сдержанные люди сами по себе, это вот не вопрос вот этого веселого испанца, который там, я не знаю, такого раздолбая, да, здесь гораздо более, как бы, такой нордический характер у людей, он больше шведский, немецкий, вот такой вот. У вас, наверное, много приезжих? Что? У вас много приезжих, наверное, да? Ну, в Германии, да, конечно, потому что экономически развитый регион, сюда едут зарабатывать, здесь очень много денег. Это примерно так, в Германии все хотят жить в Мюнхене или Баварии, потому что это самый развитый регион, потому что это самый развитый регион. И Жерона. Жерона. Из какого города вы Жерона? Жерона это... Столица изначально Каталании в древности, потом перенесли в Барселону. Это такой оплот каталанский, тут, как бы, то есть там президент Каталании, он был мэром Жерона, и тут вся футбольная команда Барселоны, когда выходит на пенсию, они переезжают в Жерону жить, то есть здесь такой, я не знаю, с чем это сравнивается, это такая древняя столица, короче говоря. Вот, и почему у нас сейчас вот так более-менее стабилизировалась, это, конечно, благодаря вот таким вот серьезным предостережениям и реальному карантину. То есть получается, что в пятницу нам объявили, и пришла еще, мне приходит убираться по дому помощница, она говорит, я не смогу приходить, скорее всего, потому что вот ходит, мне подруга позвонила и сказала, что с понедельника все смогут выходить на улицу и передвигаться, и ездить на работу только по разрешению, которое, естественно, я не могла дать, потому что она не официально работает, даже не как самозалитый. Вот, и с понедельника мы, получается, три недели назад мы все ходим в магазин за продуктами, в аптеку и поликлинику, и все передвижение по путевому листу, я забыла его принести, то есть ты на сайте мэрии выложен путевой лист, который обязаны за фонд все привыкать из дома, пишешь, кто ты, твое ДНИ, этот вот твой паспорт, ну, идентификационный номер, которые привязаны, и где ты живешь, и куда ты передбегаешься, и в какое время ты это будешь. Если тебя останавливает полиция, они реально останавливают, ну, тебя мужа остановили, он поехал в город, он помнит, что-то нужно было нам, того, чего нет вот в нашем микрорайоне, и полиция остановила, и спросила путевой лист, куда ты двигаешься, и если ты отклонился по ракурсу, да, и не в это время находишься в другом месте, то у тебя как есть штраф 300 евро, от 300 до 600, я не знаю, от чего это зависит, видимо, от того, насколько ты отклонился от ракурса, в какую сторону, вот, а при маршруте, да, рецидиве 1200, и далее вплоть до ареста, Поэтому вот такие жесткие меры, наверное, и реально улицы вымерли, и когда я поехала неделю-две назад, у нас закончился корм, у нас два кота, собака, и они на прошлой неделе, когда уже был жесткий карантин, я выписала себе этот путевой лист, одела вот эти вот все перчатки, маску, спирт. А на сайты магазинов не зайти, то есть вот зайти как бы на сайт и заказать онлайн, просто не зайти, то есть ты не можешь поймать момент, либо вообще сайт полностью висит, либо ты кидаешь в корзину, выбираешь доставку, а нет времени на доставку, то есть вот так вот просто, на неделю вперед. По поводу нашего сайта, наш сайт шикарный, потому что, когда у нас последний день, последние часы все входят, и он не зависает. А здесь сразу все рухнуло. Здесь все рухнуло, все сайты, потому что вот войти туда, ну вот я раз по 10 захожу, никак ничего невозможно заказать, потому что не рассчитано просто никогда было. Поэтому пришлось ехать в город, прямо в магазин, заказать доставку и еду для животных. По поводу того, что скупались в магазинах, так же как у нас, да, если у нас это гречка, то здесь это макаронные изделия, рис, да, ну такие сухие, была паника, да, и когда мы пошли в магазин, мы тоже как бы не верили, понимаете, что как бы, ты не понимаешь, мне вот сказала наша работница, что все будут по разрешению, я думаю, ну не может этого быть, ну как все будем по разрешению, а я хочу иду, нет, ну куда не идешь, ты никуда не хочешь, пошли в магазин. Мариночка, прошли, перебью, там указывается время, когда ты вышла из дома, и когда конкретно, да? Собираешься, да. Да, и примерно на чем ты передвигаешься, да, линия автобуса, в которой ты передвигаешься, то есть твой маршрут должен быть проложен, и примерно сколько ты там находишься, то есть нельзя поехать, в гости забежать, на чашку чай от подруги, то есть это невозможно. Более того, мы не можем ходить в магазин вдвоем с мужем, то есть если мы идем вдвоем, то это расстояние 2 метра, и ты должен показывать всем, что ты не вместе, потому что тебя сразу же моментально останавливают полицейские, и могут выписать штраф. Так, у меня приятельница имеет 5 собак, она заучится, и она пошла с сыном и с, как называется у нас ее, невестка, невестка. Вот, и они пошли в лес, потому что у нас рядом лес заповедный, и кто-то, говорит, какая-то, говорит, сволочь накапала, и приехали туда, в лес, пришла полиция, отловила их. Сказала, что вы немедленно должны вернуться. Одна собака, 4 лапы собачьи, я пост поставляла в инстаграме в одни руки. Нельзя вдвоем быть. Притом собака должна гулять 2 минуты. Вот если вот полицейский стоит, ты вышел в собаку, и больше 2 минут, тебе говорят, либо вы возвращаетесь с собачьей обратно, либо, ну, других не успела. Ну, это чтобы не использовали собак, как повод гулять, потому что мы здесь, мы, как бы, тяжело представить, если честно, как люди сидят, как бы, в небольших квартирах 3 недели, запретить люди, ну, реально, наверное, будут, потому что у нас все-таки здесь дом, и, как бы, большой участок, мы внутри гуляем. У нас 4, где-то разумеет, поэтому сказали, что гуляй, как хочет. Вот, да когда люди, тут, конечно, интернет испанский переполнен, как бы, там, всякими видео, как люди с ума сходят дома, сидят заперти, как там пытаются развлекаться по всякому. Поэтому то, что показывают, вот, по телевизору, вот, и у нас, о том, что люди поют, ну, потому что, а что еще делать, потому что люди открывают окно, подышать, да, выходить вниз, право, и начинают петь или стучать в кастрюле, кому что в голову придет, кто, как может, так и развлекается. Да, вчера, вчера в мэрии на сайте было сообщение, что пошел поток уголовных дел по претензиям соседям к соседям. Ну, не уголовное дело, а, как они сказать, обращение жалоб, вызов в полицию, вызов в полицию, то есть народ начинает сходить с ума, сидит дома. Я не знаю, что они там делают, потому что, ну, слава богу, у них квартира, квартиры здесь небольшие, у них комнаты маленькие, и поэтому, конечно же, да, через неделю уже выставили телефон психологической помощи, и вот туда можно обращаться, потому что, видимо, уже есть какие-то такие моральные проблемы, потому что нам, как бы, дай бог, что у нас так не будет, потому что, почему здесь такая большая смерть? Вы не пугайтесь сильно. Да, улетела. Почему такая большая смерть? Потому что здесь очень много пожилых людей. У нас... Очень пожилых. С одной стороны, это несчастье, у нас очень низкий, как бы, очень... Ну, люди рано умирают достаточно. Здесь, вот я, например, наблюдала, человек стоит в очереди в банке, он показывает свое вот это ДНИ, а ему 106 лет. Он на своих... Сколько? Пришел объяснять там какие-то банки, какие-то свои... Сколько лет? 106? 106. 106. И он своими ножками передвигается, И их очень много людей. То есть, 80-90 лет, 80 умер, это рано. Поэтому, первых поражает вот этот вирус. Это действительно уже доказано. Это стариков. Но если мы не старики, мы тоже очень можем легко это подхватить, потому что оно передается вот еще раз. Заражаются все. Это другое дело. Смертность. Как бы, максимальный процент смертности 65 лет. Как бы, из тех, кто заразился, да? Сейчас, как бы, там... И с молодыми, то есть, тут вот в чем... Что... В чем самосознание? Дело не в том, что ты защищаешься, чтобы ты не заразился, и ты не умер, да? Как бы, молодых смертность низкая, то есть, там, шансы, как от гриппа, наверное. А суть в том, чтобы ты других людей не заразил, да? То есть, ты не выходишь на улицу и предпримаешь меры безопасности, не потому что сам можешь умереть, да? Потому что ты можешь других людей заразить. То есть, смысл в этом. По поводу меры безопасности. То, что вирус очень... Это вот, да, то, что очень важно, то, что мы видим, очень многие, встречаясь с нашей структурой, мы общую структурную встречу сделали две недели назад, и когда была встреча, мы стали рассказывать про этот вирус, про то, как нужно предохраняться. Многие просто выходили, да, ну, до нас это не докатится, да когда это вообще будет, это вообще не про нас. Ну, что, здесь больше ничего не будет, мы пошли, да? Мы просто видели, как идет динамика в России, видели, что она идет ровно по испанской динамике, просто с опозданием на две недели. Мы понимали, что через две недели, что произойдет в России, какое будет количество заболеваний. У нас будет то же самое, да, просто с опозданием идет. Да, мы надеемся, что не будет такого пика, как произошло в Испании, вот просто из-за того, что здесь два фактора, очень много пожилых, и здесь все целуются, обнимаются, даже с посторонними людьми. Если ты знакомишься с сотрудником, куда-то пришел в какой-то сервис, знакомишься с сотрудником, то прощаюсь, он будет с тобой целоваться. Потому что мы уже хорошо пообщались с ним, поэтому здесь, у итальянцев то же самое, поэтому, видимо, он так же и передавал. Пока люди не поняли, как передать, да, вот по поводу... Поцелуев, оно передается через контакт, вот, ты почесал носик, ты уже носитель, ты потрогал ручку двери, оно осталось и живет три дня минимум. Кто-то взялся за эту ручку двери или за кресло в автобусе, ну все что угодно, и ты так же потер глазик, ротик. Откуда это... Все, вирус к тебе попал. И дальше уже, как твой иммунитет к этому отнесется? Вот эти данные были опубликованы английским Минздравом еще две с половиной недели назад, то есть мы не пугали россиян, как бы, ну, как бы в наших, там, в чатах и так далее, в вебинарах. Вот, и мы думали, когда мы это будем говорить, да, потому что, то есть две с половиной недели назад уже было сказано, что вирус на поверхностях живет до трое суток, да, вирус в воздухе живет до трех часов, то есть, что это означает? Вот по поводу мер предосторожности, чтобы было, как бы, понятно, о чем идет речь. То, что вот Марина рассказывает, да, что прикосновение, да, вот, Ира, ты выложила пост, где там за ручку двери берутся, здесь вот это все крутилось еще три недели назад, да, у нас об этом не говорят, у нас даже сейчас об этом говорят эпизодически, не делая акцента, большинство россиян думают, что если одеть маску, то ты защищен, это не так, маска вообще не защищает, это должен быть мощный респиратор, понимаете, как вот, как противогаз, чтобы что-то защищало, как вот показывают там в больницах, маска защищает других людей, если ты чихнешь, то есть это вот не разлетит. Ну, если кто-то на себя прямо чихнет, вот тоже, полтора метра, потому что вот, если больше, чем полтора метра чихнет, вероятность тоже небольшая. Ну, здесь пишут даже полтора-два метра. Так вот, вирус может передаться через воздушно-кабельным путем, и вирус может передаться через прикосновение. У нас все говорят, маска-маска, полтора метра. Дело в том, что главный источник передачи вируса, это именно прикосновение, а не когда кто-то чихнул, да, поэтому вот это, и здесь в начальном написании, когда человек одевает маску, у него появляется иллюзия защищенности, и он даже, и он как раз в этой ситуации на уровне подсознания думает, я защищен, да, и становится неосторожным, вот, и здесь в Испании об этом писалось какая-то проблема, да, и в Испании сразу пошла рекомендация, наоборот, не носить маски, вот, маски носить только, если ты чувствуешь себя больным, да, чихаешь, и одевать маску только в помещении, где есть рядом другие люди, да, а постоянно маску не носить. Если ты перебиваешься по улице, то мы снимаем маску, в помещении мы ее одеваем. Илья, Илья, я перебью тебя, Илья, мало кто знает, что твой кашель аллергический, так же, как и... У меня бромки хронически, у меня бромки-то каждую весну, он обостряется, да, он обостряется с больцем, здесь-то уже весна, здесь сосны цветут, и все такое. У нас вокруг нас дом, и вокруг у нас сосны, сосновый лес, заповедники, скобальщики иногда бегают рядышком, то есть, как бы вот, именно реальный лес, здесь даже грибы у нас растут, только не летом, когда жарко, а именно весной и осенью, и поэтому, когда цветет вот это все дело, вот начинаю я кашлять и Илья, потому что у нас просто аллергия. Хорошо, смотрите, по поводу медпредосторожности, то есть, мы как бы сами, еще до карантина в Испании, начали себя очень аккуратно вести, потому что мы видели, что происходило в Китае, что начало происходить в Италии, и тогда здесь, в Испании, было как сейчас в России, да, то есть, мы тогда, еще до всяких карантина, даже как бы не как сейчас в России, в России уже ввели, еще не было никакого карантина, не было никакого шухера, мы, когда шли из дома, мы понимали, что нельзя трогать посторонние предметы в магазине, нельзя браться за дверцы ручек, голой рукой, нельзя браться за ручку тележки, и ты понимаешь, что когда ты берешь там банку, с полки в магазине, то до тебя ее кто-то мог потрогать, другой человек. И было, ну, совершенно понятно, что вирус передается через прикосновение, и если вот с воздушно-капельным я могу держать дистанцию, то вот с этим я как бы дистанцию взять не могу, поэтому мы для себя тогда еще сделали два правила, и потом это как бы было четко прописано вот в испанских СМИ. первое, мы разделили руки, то есть правила... Я разработала инструкцию, мы все ходили по инструкции, как в магазин. Да, то есть вот еще раз, вирус на предмете живет до трех суток, да, вот человек в магазине взял баночку, посмотрел, поставил на место, вы за ним пришли, через день взяли эту баночку, у вас на руке вирус, я извините, смотрю просто все время не туда, на другой телефон, у вас на руке вирус, поэтому мы разделили руки, да, правило такое для себя взяли, что право рукой, если что, я касаюсь лица, я беру телефон, ключи и что-то там в сумке, да, вот, и вот этот спрей со спиртом, сразу пошли, закупили спирт, как бы, который закончился, когда начался карантин, левую руку оставляем для того, чтобы браться для внешних предметов, да, левую вот там, при этом, после каждого контакта с внешними предметами, я правой рукой достаешь спрей, и прыскаешь левую руку, который ты там за что-то взялся, прыскаешь левую руку спиртом, вот, это даже не смотря на то, что ты в перчатках, правильно? да, ну, скажем так, я на правую руку одеваю перчатку, а на левую нет, или наоборот, вот, если я перчатку, то я перчатку тоже плыскаю, понимаете, в чем дело, почему? потому что, давно известно, что человек каждую минуту трогает свое лицо пять-шесть раз, это подсознательно, и с этим очень тяжело что-то сделать, по телевизору показывали сюжет, как одна чиновница, не помню, то ли в Европе, то ли в Америке, рассказывала про это, и в эфире потрогала свой нос, понимаете, то есть это неконтролируемо, поэтому мы понимаем, что если я правша, я лицо трогаю правой рукой, вот я правую руку, правую руку оставляю для себя, левой рукой открываю отверстие, так далее, дальше, как сейчас в испании выглядят магазины, то есть первое, внутрь пускают по одному человеку, в нашем супермаркете, там определено разработана инструкция, вот сколько метраж магазина, сколько человек может входить, если, допустим, это небольшой магазин, как правило, это просто по одному, если это большая лапка, если это вот маркет, то это не больше 18 человек, может быть внутри, включая продавцов, всех кассиров. Это мы к чему, посмотрите, обратите внимание, как у вас в магазине это выглядит, вот соответственно, ваши риски, да, то есть в магазин-то все равно приходится ходить, правильно? Да, и придется. Значит, вход по одному, на входе люди, перед ходом люди устраиваются в очередь, держат вот эту четкую дистанцию, как бы там, не дай бог, ты подойдешь ближе, на входе в магазин висят перчатки, все их одевают. Это бесплатные перчатки? Бесплатные магазины, да. И стоит дезинфектор, да, после кассы ты там за что-то трогаешь, тебе кассир дает, как бы вот, протягивает дезинфектор, чтобы ты... Ну, примерно, надо брать пин-код, ты отрагиваешься, перчатки, без перчатки, тебе все равно сразу дают какой-то контакт, вот с... Вот, опасно, в каком плане, если в вашем магазине не дают перчаток, если в вашем магазине нет дезинфектора, вот у вас бутылочка со спиртом должна быть всегда при себе, когда вы выходите на учебу. Оль, вы знаете, вот такие перчатки, если вы оденете, ассоциация сразу у меня с сантехникой, но вот трогать нос не захочется, идите в эти перчатки, серьезно. Ну, а здесь какой момент? Можно я объясню? Здесь просто вот как бы ты об этом думаешь, но на практике получается по-другому. Вот ты одел перчатку, да, там, взялся за дверцу, там, нажал на банкомате, кнопку лифта нажал, потом ты домой пришел, ты берешь ее и снимаешь, и трогаешь внешнюю поверхность. Тут правильно, как ее снимать, да, то есть ее нужно снимать так, чтобы не дотрагивать за внешнюю поверхность еще, и после этого эту перчатку либо выкидывать, либо жестко дезинфицировать. Я дезинфицирую, например, корм, корм, который мы заказали для животных, мы его в перчатки поставили отдельно, и он у нас трое суток стоит, вот мы его выдерживаем трое суток, чтобы целиком всю эту большую упаковку не опрыскивать спиртом. Так вот, если у вас в магазине нет перчаток, нет дезинфекторов, у вас дезинфектор должен быть всегда с собой, а вместе с перчатками возьмите просто полиэтиленовый пакет, как с собой, да, и дверь магазина через этот пакет, дверь, ручку, там, тележки через этот пакет, понимаете, мы, входя в магазин, опрыскиваем ручку тележки своим спиртом, потом тоже это все через перчатку или через пакет, когда выходишь, снимаешь ее у себя, как бы на руку, чтобы не касаться, и выкидываешь, если нет мусорки, то у тебя должно быть что-то, куда ты это выкинешь, потому что если просто это запихнуть в карман, ну на пол как-то тоже нехорошо кидать, если просто запихнуть в карман, потом когда вытаскиваешь, ты тоже, и у тебя и карман искачивается и так далее, тут вот такие нюансы, понимаете, вот, короче, мы вот этим занимались еще за неделю, до того, как здесь объявили карантин, вот так вот мы жили. в перчатках мы ничего не ходили, там просто... Ну мы через пакет, через салфетку. Где фруктовый отдел, там всегда лежат туда развиваем такие перчатки, они не очень удобные, но я всегда беру тележку через вот эти перчатки. Вот, это не мораженство, а потому что, Марина, а про фрукты, ты мне скажи, получается, фрукты, они же лежат просто так, вот я реально сейчас, я купила фрукты, я боюсь их есть, или они должны лежать, поэтому все, что мы купили в магазине, все, что можно помыть, то есть ты, не трогая чистыми руками, да, вываливаем это и моем. Все, что нельзя помыть, мы опрыскиваем. А с чем вы молитесь? Горячей водой. Мылом, горячей водой. Горячей водой. Все, что ты не можешь помыть, упаковки, например, кантонные, мы их опрыскиваем спиртом на полном серьезе. И вот когда уже ввели вот этот карантин, мы уже поняли, что это все серьезно, совсем серьезно, стали показывать, рассказывать, реально в Мадриде, просто вас немножко посвящают уже, морги не справлялись, и Ледовый дворец, который использовался под Олимпиаду, он вот этот весь лед, который там был, там все было, ну это был морг. Ну так это сейчас. И сейчас морг, и сейчас еще новые открывают, то есть везут другие. Вот когда мы поняли, что это все очень серьезно, то мы стали покупать, вот то, что Илья говорит, вот корм стоит, у меня сейчас на отстойнике лежат вот картошка, яблоки там и так далее. Вот три дня оно лежит, я беру пока это. Старое. Старое, которое уже отлежалось, уже точно абсолютно это будет. И это не маразм, потому что, вы знаете, например, вчера объявили о том, что главврач нашей больницы в Коммунаке, который там уже, ну, супер болезнь, куда Владимир Владимирович Путин приходил, да, он заболел. То есть, понимаете, это не просто так, то есть как-то он где-то чего-то коснулся. Ну, там просто везде инфекция, вы понимаете, да? Здесь у нас, а сейчас, ну, я просто думаю, вот ходим у нее сам, все продавцы, все кассиры, мы так уже примелькались, здороваемся, знаем, они все на рабочем месте, хотя они по 8 часов работают. То есть они тринетели? Если аккуратно все это делать, ну, и на нас посмотрите, тху-ху-ху, чтобы не сглазить, да? Мы живем с этим, совершенно нормально себя чувствуем, а просто нет предосторожности, да? Не надо быть в щенячем оптимизме, шапками закидаем, нет? И не надо тоже впадать в панику, все это можно... Нужно просто понимать точки и моменты, когда вы можете, не обращая внимания, до чего-то прикоснуться и прикоснуться до своей улицы. Ну, во-первых, по поводу лица, вот думать об этом, да, что не трогайте лицо вне дома, не трогайте лицо вне дома. Вот. По поводу лица, смотрите, банкоматы, ручки дверей, лифт, кнопки, это все вот те места, которые трогают или что-то больше скажут. Да. Я буду говорить вот так, потому что я знаю, что вы не читаете. Здесь вопросы поступают. Скажите, как вы заказы Арифлейм получаете? Где? В Испании? Да. Нет, ну, слушайте, мы заказы Арифлейм мы получаем в России, мы делаем заказ через интернет с доставкой на дом курьером нашему помощнику. Мы как бы в Питере, в большом городе курьер, естественно, да? Вот. То есть курьер привозят, коробочку ставят, сейчас это бесконтактно, в том плане, что там люди, ну, не общаются, там, доверенность в Питере, господи, кто накладную положил, расписался, отошел, он забрал, ушел. Да, взять свою ручку, расписаться, вот. Здесь также в Испании доставка, то есть, если раньше они там здоровались, сейчас, как бы, ты открываешь дверь, уже коробочка стоит, он там уже за два метра отошел, этот курьер, ты подошел, забрал, и сюда. У нас, кстати, так же. У нас так же. Я сделала заказ на Валборис и заказала там маски одноразовые, вообще ужасного качества и перчатки. То есть, сейчас, вот, то есть, три дня назад бесконтактная доставка на любую сумму, то есть, звонит курьер по телефону, говорит, я подошел, ты открываешь дверь, говорит, вам как, повесить на ручку или положить на пол? Я говорю, положите на пол. То есть, он говорит, хорошо, я подошел, я у двери, я открываю дверь, все, уже стоит. Вот. Сначала мне курьер говорит, я вам повесил на ручку. Я говорю, вообще, я не слышал, чтобы кто-то вообще подходил. Ой, а потом, он говорит, я дома вошибся. Он говорит, сейчас я приду. То есть, вот, они ставят и все. Да, еще вот такой момент, вопрос, не знаю, правильно или нет, мы сейчас разводим доместос, доместос, ну, вроде как антибактериальное средство тоже, мы разводим с водой, и вот в такие же тоже спреи, ну, вот это вот у нас спрей мужской там для тела, ну, есть, и у меня муж развел доместос, прям хороший концентрат, и мы постоянно брызгаем ручки, и вот, например, заказ Арифлейн пришел, коробка, да, я вот этим концентратом доместосом, я просто обрызгала всю коробку, также, например, у меня здесь уже стоксантин, то есть я открыла просто, и коробку этим доместосом, все у меня обрызганы, все вот, то есть то, что я себе заказала, да, я на 600 баллов наказала себе баллеса. Да, Ир. Доместерс, это хлорка, можно просто покупать, как это называется, белизна, то есть хлоросодержащую. Да, да, хлоросодержащую. Не знаю, какая пропорция, муж на глаз. Поэтому я говорю, если у вас есть опыт, расскажите, потому что мы сами вместе с вами учимся жить в этом новом времени. Да, вот я просто говорю, у меня муж вот хлорка, да, и у нас она стоит у двери, то есть открыл ручку, зашел тут же бжик-бжик, и порог тоже, у порога вот этим спреем хлоркой. Он, например, компактный, удобный, да, и вот этот ваш лайфхак надо взять с собой. Я не знаю, может быть, то, что сейчас спирта нет, может быть, доместосом можно, просто не знаю, подпрашиваю. Просто хлорка, она очень неприятно пахнет, и поэтому, когда ты на улицу ходишь и маски делаешь, есть спирт. Да, и ты можешь спирт прямо на руки, но хлорку на руки нельзя. А если это при входе обработать там какие-то вещи, да, если ваши собаки... Поповки. Да, и не забудьте собаку мыть, ну не хлорку, конечно, да, но мыть собаку, потому что они все это тоже приносят на лапах, да. Собаки не переносят однозначно, но гуляя, они точно так же могут дотронуться, и их надо тоже... Да, хлорка, конечно, хлорка убивает всю. Короче, если понимать, главное, что вирус передается через прикосновения, и продумывать, где вы можете, для чего дотронуться, и понимать, что когда ты на улице, да, ты не должен трогать лицо, не должен трогать свою одежду, да. То есть Марина, например, вот ездила, когда за кормом, да, то есть вот верхнюю одежду мы повесили отдельно, вот она там висит трое суток, как бы и дальше ты к ней не прикасаешься, понимаете, да, что мы делаем. Вот, потому что там ты где-то сел, и ты не знаешь, что на этом сиденье, может быть, кто-то чихнул перед тобой, да. Потрогал, потрогал, там, и так далее, и так далее. Вот если продумывать вот эти моменты, и предохраняться, там, прескать себя спреем, вот правила разных рук, и если тебе нужно до чего-то дотронуться, то ты делаешь это, там, через пластик, то есть перчатку, или просто полиэтиленовый пакет, или через, по худой конец, там, салфетку, да, то есть главное не голыми руками. Вот, то все будет нормально, потому что вот еще раз, да, вот у нас продавцы в магазине, одни и те же, три недели, через них каждый день проходят люди, и по-любому часть этих людей с вирусом, да, то есть люди, может быть, у них не пошло осложнение, но мы понимаем, что люди, которые ходят в магазине, часть этих людей, им уже вирусом заразились, потому что это вирус. Вот, и с этими процессами все нормально, они как работали, так и работают, потому что они не допускают ошибок. Вот, и блокладчикам в коммунате, ну, как бы, извините. Это что, на экологическом седине? Да. Ага, я на самом деле. Допустил бы, куда ошибиться? Я как ошибаюсь, куплю. Я не хочу, чтобы подел вирус. Вот. Так что, ну, как Марина говорит, с одной стороны, без щенячьего оптимизма, то есть нужно понимать, что это серьезно, с другой стороны, без паники. Почему предохранятся, потому что другие люди могут пренебречь этим. Не все пришли или на вебинар, на прямой эфир сейчас, не все послушали, не все задумались. Кому-то кажется, что все это где-то. Нам тоже казалось, понимаете, когда я вышла на улицу и никого нет, полки сметены, тут какой-то апокалипсис. Ходят испанцы, говорят, финдельмунто, финдельмунто, то есть это конец света, конец света. Если мы видели пустые полки в 90-х годах, они не видели со времен войны. Эти старики по 106 лет, которые, да, они просто ходили, говорят, конец света, конец выпучив глаза. Но это было там два дня, да. Потом все привезли, тот же спирт появился, туалетная бумага, там на третий день появилось, как бы никакой посылки нет. Все, все. Как-то это самое, запасы, да, в России все это есть, поэтому все будет нормально, предохраняться, аккуратно, научиться с этим жить, да. Притом, не паникуйте тоже, многие заболеют, но перенесут на ногах. И температура 37-32 нормальная, если иммунитет у вас высокий, а что у компании «Орифлэм» есть, то, что мы всегда используем, астоксантин всегда. И когда эти препараты появились у нас, сколько лет, 15 лет назад, да, мы стали это... 10 лет назад, в моей очереди 10 лет. 11 почти, 11, потому что я беременела, да, скоро 11 лет будет. Ага, вот, и мы перестали, а мы цепляем вирус. Да, да, да. Как все люди, мы будем цеплять эти вирусы, которые говорят, что ничего страшного, как грипп. Здесь в чем страх? В том, что если ты серьезно заболел, иммунитет у тебя почему-то снижен, из-за какого-то перенесенного заболевания или, в принципе, какие-то хронические есть, то последствия очень тяжелые у людей. Ну, по-русски, как бы, на пальцах говоря, образуется просто плесень. Вот. Понятно. В легких невозможно дышать. Человек просто как будто бы задыхается, как будто вот в воду попал, задыхается, он не может дышать просто. И вот такой вот не очень, ну, мучительный смерть, человек умирал. Но большинство переносит два нога. Иммунитет справляется. Иммунитет справляется. Поэтому многие болеют. Мы просто вот... Невышаем иммунитет, не стрессуем, потому что стресс тоже снижает иммунитет. Вот. И все мы как бы... Вот эти два момента, да, это самое... Еще раз. Иммунитета и стресса. Вот мы на своих собраниях, как бы, внутри команды говорили. Да, сейчас. Да, по поводу иммунитета. Сейчас все мировые СМИ крупные, да, на порталах в разделе по поводу коронавируса. Ну, во-первых, это как бы сейчас у всех главный раздел. Вот. В разделе как защититься от коронавируса, как бы вот у всех вывешена одна тема. Укрепить свой иммунитет, чтобы справиться с коронавирусом, да. То есть заражаются. Заразиться может любой. Заражаются очень много людей. Но большинство людей, они получают осложнений иммунитет справлять. И вот, допустим, там американский СНН, да, у них вот большая статья, разделена на две части. Значит, как укрепить свой иммунитет в плане коронавируса. И первая часть – это питание. И все остальные факторы, которые укрепляют иммунитет, это во второй части. То есть питание, вот, по мнению СНН, самое важное. И здесь вот... Зайдите на мой пост и скопируйте любую фотографию, чтобы человек зашел. Это может ссылку сейчас на мой инстаграм, на мой пост взять. Любой, ребят, возьмите мою страничку, любой пост и просто перешлите. Человек зайдет и посмотрит. Я думаю, что сохранится эфир, надеюсь, конечно, да. И сразу вопросов очень много. Как пьете стоксантин? Потому что я по три капсулы сразу пила. Я не знала, то есть здесь вот сейчас вирус ходит у нас. Как правильно? Вот то, что вы рассказали, что каждые четыре часа. И кто это сказал? Пожалуйста, вот это вот из прямых уст информации расскажите, пожалуйста. Как топ-лидеры компании, которые общаются с руководством и с докторами. Вот, да, да, да. Первое, что мы услышали, это от разработчика нашего коктейля, от профессора, который занимается транспортированием легких и сердца. Находится в стексте, да. Он находится и в научном центре в Агилёсе. Да. И он сказал о том, что он пьет не просто, вот как у нас в Wellness Pack, да, две капсулы. И что с мочой это водится в течение, по-моему, четырех-шести часов. То есть, как бы можно еще две капсулы. Если вот такая вот ситуация, ну, с возможностью подцепить, да-да-да, какие-то вирусы, да, то рекомендация каждые четыре-шесть часов по две капсулы мы пьем. Вот. Вот две дополнительные капсулы или по одной каждые четыре часа? По две. Мы по две. То есть, я вот, если... Правильно поняла. Вот утром, например, с утра я выпиваю коктейль, да, то есть это белки, мы правильное питание делаем. Астаксантин здесь есть, самое главное. И потом я выпивала каждые четыре часа, то есть получается у меня, то есть, если, скажем так, 24 часа, 8 часов мы спим, остается 15 часов. То есть, с утра я выпиваю раз, и две капсулы еще через четыре часа. То есть, получается три капсулы у меня. То есть, вот как бы так. Да, и по две. Есть такая возможность. Конечно же, принимайте еще дополнительно к этому. Ну, без wellness-пэта я вообще даже не представляю, если как может сейчас человек обходиться, да, и одна капсула должна быть однозначена. И дальше вот через каждые четыре-шесть часов по капсуле мы подъем. У нас пока сейчас запасы заканчиваются, будем, наверное, подмелькать. Ну, а здесь в Испании тоже можно заказать, мы заказ сделаем. Ну, у вас, минутку-минутку, но у вас цены в Испании другие, там дороже всего намного, правильно понимаю? Ну, в wellness-не намного. В wellness-не намного, а в косметике намного, в два раза. Часто. И покупают. Я говорю, да, просто покупают. Просто смотрите, Арифлейм, по поводу, если так вот цены интересно, Арифлейм в Россию заходил в 96-м году, когда у нас там, ну, откровенно была нищая страна. Вот, поэтому Арифлейм поставил такие цены с очень низкой рентабельностью для себя. И, как бы, вот Арифлейм, как бы, вот такая косметика по доступным ценам. А в Европе Арифлейм это очень крутая шведская люксовая косметика. Поэтому вот она продается через консультантов. Здесь, в принципе, как интернет-магазин. Почта работает просто уникально. То есть мы сделаем заказ, мы получаем быстрее, чем в России. Мы на следующий день получаем уже этот заказ себе домой. И за Арифлейм по почте. Вот, поэтому в этом плане. По поводу Астаксантина нужно что-то комментировать? Еще раз. А расскажите еще раз, да, то, что вон мощный антиоксидант и так далее информация. А я сейчас пока еще вопросики почитаю, которые есть у нас. Ну, вот, Ирина начал говорить по поводу того, что... Смотрите, давайте так. Я сейчас сохраню этот эфир, потому что осталось чуть-чуть времени. Давай. И сейчас продумайте вопросы, конкретно ответы на вопросы будут. Договорились? Все, я завершаю и перезайдем сразу, чтобы у нас сохранился эфир. Окей, хорошо. Я посмотрела, у нас на эфире было 909 человек, да, постепенно приходили, уходили. Ну, это, конечно же, тема актуальна. Ждем Марину и Илью. И сейчас будем разбирать какие-то еще темки. Хорошо? Представляете, не сохранился эфир у меня в телефон. Очень жалко, я хотела его онлайн, в YouTube выложить. Так, окей, у меня идет... Так, так. Перфилево добавить. Окей. Идем, ждем, ждем. Сейчас присоединяться. Насколько эффективен... Да, но я думаю, что это тяжело вам будет ответить, потому что вот... Насколько эффективен лечение первых симптомов парацетамол, лимон, имбит? И помогает ли вам астексантин? Ребята, мы не врачи. Но то, что нам говорят здесь, в Испании, что лечения нет, это так же, как при гриппе. Снимает просто, облегчает вам симптомы. Голова, чтобы меньше болело горло и так далее. Лечение нет, так же, как от гриппа. Была поговорка, что... Здесь важен именно иммунитет. Справится ли ваш организм с новым вирусом, с которым он раньше не сталкивался. То есть в любом случае, ваш иммунитет начнет атаковать клетки вируса. Либо он справится и выработает иммунитет на этот новый вирус. Или он не справится и все, как бы у вас поехало, вы вызываете скорую. Поэтому я говорю, что сейчас в мире большое внимание, вот крупные СМИ уделяют вопросу поддержки иммунитета. То есть большие статьи по поводу именно правильного питания. Что есть, каких количеств, для чего. И, например, там вот испанские газеты выкладывают, да, вот какое должно быть у вас меню, ребята, да, чтобы вы свой иммунитет укрепили. Чтобы, если вы столкнетесь с вирусом, ваш организм с этим вирусом справился, да. А это за меню? Что? Примерно. А что это в рационе должно быть? О, там, ну, там, это понятно, что. То есть как бы мы же все знаем, что такое здоровое питание, да. То есть это продукты, которые снабжают наш организм витаминами, минералами, белками, там, микроэлементами разными и так далее, и так далее. Это отдельно долгий разговор. И важный момент антиоксидантами, да. Например, «Наука и жизнь» за март месяц, там прямо опубликована статья «Антиоксидантный статус организма». Это вот как раз про то, что антиоксиданты в питании очень важны в плане иммунитета. И на сайте CNN говорится про антиоксиданты. И на сайтах испанских, вот газет, которые пишут про правильное питание, говорится, прямую написано, что продукты, которые содержат антиоксиданты. В чем проблема? То даже здесь, в Испании, то есть если посмотреть вот на этот список, что нужно есть каждый день и в каких количествах нужно есть каждый день, чтобы свой организм снабжить всем необходимым, чтобы он из этих элементов мог поддерживать иммунитет в нужном состоянии, да. Я это не могу купить в магазине, и я это не способен съесть в таких количествах. Поэтому это вот та тема, которую пишут нутрициологи уже много лет, что современный человек не может обойтись без пищевых добавок, да. Просто потому, что мы рассчитаны, допустим, на то, чтобы съедать определенное количество, там, я не знаю, там, овощей и фруктов, да, в наш организм, да. И, чтобы получить из этого определенное количество, там, витаминов и микроэлементов. Проблема в том, что в современных овощах и фруктах на порядок меньше витаминов и микроэлементов, чем это было даже 50 лет назад, да. То есть нужно съедать, там, на порядок больше овощей и фруктов, чтобы получить нужное количество витаминов и микроэлементов. Поэтому без пищевых добавок не обойтись. Главное здесь, в плане иммунитета, это антиоксиданты. Сам, я быстро говорил, как это, как резюме. У нас есть статья ВКонтакте, которую мы специально создали, где мы подробно про это рассказываем. Главное здесь антиоксидант. Самый сильный антиоксидант в мире, это натуральный астаксантин. Он производится как натуральный в двух местах в мире, в Швеции и в Гавайях. Но в Гавайях используется более, скажем так, массовая и не такая качественная технология. Но в итоге самый сильный астаксантин в мире, как самый сильный антиоксидант, это астаксантин, который производится шведским производителем, у которого Астериал компания, она сама в роднице не продает, она создает сырье. Так вот, эксклюзивный договор среди компаний прямых продаж с этой компанией у Арифлейм. То есть Арифлейм эксклюзивно закупает астаксантин у компании Астериал. Астериал это пионер в области производства натурального астаксантина, это лидер отрасли как таковой. И Арифлейм эксклюзивно закупает, мы получаем астаксантин в виде вот этого продукта, астаксантин плюс черника комплекс. И Арифлейм предлагает лучшую цену на рынке за миллиграмм действующего вещества, то есть чистого астаксантина. Астаксантин бывает в трех формах в виде масла и в виде порошка с разным содержанием чистого астаксантина. У нас 5% это максимальный, то есть мы имеем самый важный фактор в плане иммунитета, это антиоксидант, самый сильный антиоксидант это астаксантин. У нас лучший астаксантин в мире и мы предлагаем его по лучшей цене. Все, поэтому вот без этой штуки как бы мы себе жизнь представить не можем. Я не знаю, вы уже сказали, Марина проговорила, когда мы начали использовать астаксантин всей семьей, мы забыли, что такое лежать с высотой температуры. Мы цепляли вирусом, мы заболевали, у нас закладывало нос, начало болеть горло, но не было температуры 39-40, и ты лежишь когда 3-4 дня, обстать не можешь, и ты недееспособен. То есть ты можешь продолжать свою деятельность с температурой, с небольшими покашливаниями и так далее. Стоп, Ирочка показывала, на складе продукта астаксантина нет, говорят. Есть не во всех филиалах, и у вас есть вот здесь wellness пеп, он здесь есть. Поэтому, ребята, это да, все. Да, wellness пеп хотя бы вот одна, чтобы была. И сейчас у нас по хорошей акции витамины, они тоже очень важны, витаминный и минеральный комплекс для мужчины и женщины. Это, скажем так, если не говорить про антиоксиданты, то витамины, минералы, это то, что мы должны получить из питания. В чем смысл иммунно поддерживающей диеты? И особенно в России, особенно весной, получать это из продуктов питания практически невозможно. Поэтому витамины и минералы нам просто необходимы. Я просто про антиоксиданты на себя хотел отдельно показать. Я родился в резкоконтинентальном климате, в Якутии, где сухо. Да, там за год выпадает, за весь год выпадает 100 миллилитров осадков, то есть. И в 18 лет я переехал в Санкт-Петербург, где диаметрально противоположный климат, да, то есть как бы... Очень много осадков, ветер, промосло. И я сразу начал болеть. То есть я на этом, извините, как бы там зубы потерял, потому что я не в курсе был, что вот эти все простудные вещи приводят как бы воспалению там нервов, прям это же самое и так далее. Вот. Короче, я болел каждую весну и осень, то есть это вот с высокой температуры, как бы, хватая любую там инфекцию, как бы все. У меня это как бы очень неинтересно заканчивалось. И вот когда ты уже много лет используешь антиоксидантин, как-то забываешь про это. А суть в том, что вот когда мы начали использовать протеиновые коктейли, витамины, минералы, астоксидантин регулярно, да, у меня это все как рукой сняло. То есть, казалось бы, с возрастом иммунитет не должен улучшаться, наоборот, ты там должен как бы хуже реагировать на такие вещи. А я перестал болеть. То есть, ладно, Марина, она у нас артистка болеет, так как бы это самое. Она просто развилась в Санкт-Петербурге, я уже была адаптирована к такому. Ну, для меня это было какое-то чудо, что мне вдруг раз и выключила вот эти все вещи. Давайте вопросы тогда. Я просто фотографирую вопросы, и так, по поводу здесь несколько человек написало, это реклама, это реклама, это реклама. Да, можете сказать, да, она дура себе купила пять банок того, того, у меня здесь еще вот это, я пью, да, я дура. Вы можете это сказать, я рекламирую. Ну, просто вы понимаете, и я вас прошу, вот кто считает, что это реклама или кто не реклама. Вот я вижу, уже идут истории, да, почему кто пьет wellness и кто, во-первых, а, ощутил прилив сил, второе, поддержал иммунитет, и третье, у кого хорошие анализы, да, и кто сдавал анализы, видит, что у вас как в космос. Я сейчас свою историю скажу. У нас здесь реально в Краснодаре гуляет какой-то вирус, у меня родственники все попереболели с температуры 40, я периодически подкашливаю, у меня периодически скачет 37, я, конечно, тоже волнуюсь, хотя у нас официально вроде как в городе нет вируса, я пошла, сдала анализы, просто общую кровь, мочу, чтобы хотя бы понимать, мало ли что, где-то как-то, чтобы так, ну, потому что ты уже боишься, что происходит, я вот периодически подкашливаю. Так вот, у нас девочка, она медицинский работник в структуре, вот, и я сразу, первое, что мне пришли анализы на почту, я ей дала, она говорит, Ирина, у тебя, вот как вот говорят анализы, космос улетел, гемоглобин, там, соя минимальная, гемоглобин зашкаливает, там, 133, да, 133, плюс еще все, но плюсики по иммунитетам, он говорит, вот смотри, вот эти вот плюс, нижняя часть, вот это отличает иммунитет, это означает, что твой организм сейчас с какой-то, с каким-то вирусом борется, какой-то вирус, там, грипп или еще что-то, но то, что у тебя нету никакого воспаления, ничего, я сейчас реально, я херачу этого велмоса на все, понимаете, потому что вот это подкашливаю, но у меня еще аллергия, у меня здесь, я в Краснодаре, у меня аллергия на амброзию, у мужа аллергия, вот на весеннее цветение, она говорит, может быть, это аллергического характера, может, это на то, что хлорку мы здесь, вот у меня вся, вот уже квартира постоянно хлоркой, и на хлорку тоже может быть аллергия, поэтому я подкашливаю, то есть мы полымуем с хлоркой, то есть вот такой вот момент. Следующий вопрос был астаксантин, можно ли пить беременным астаксантин? Ребята, смотрите, такой вопрос, официально беременные, и беременные, и дети до 14 лет не принимают, это официально по закону, смотрите, когда я только забеременела, и у меня было шоковое состояние, там у нас история, там 10 лет не было детей, как не лечились, и коэкси, и так далее, потом у меня произошло после 4 месяцев, ну вот как-то так, саму по себе, ну это отдельная история, я не знала, что это, мы с этим не сталкивались, не было такого, что можно, нельзя, и я одновременно пошла к 4 докторам, разным, ну понятно, в разные дни, вот, и можно ли, что мне делать? Те врачи, которые меня обследовали, которые лечили, и которые, они перечитали все, говорю, можно ли так? Они говорят, раз ты забеременела на этих препаратах, раз это прошло, и все, они мне включили, включили, то есть в рацион, они убрали какие-то другие витамины, добавили поливу и так далее, да, и wellness пеп, я пила и wellness пеп, и коктейль, но это не означает, что это можно вам, ребята, я проконсультировала с 4, это был гинеколог, это был как-то, короче, по крови, когда вот кровь там густая, еще тромбофлебит, вот что-то у меня какой-то хрень, вот такой вот стали тромбо, не помню, я вообще не понимаю ничего в медицине, они меня сняли с учета, потом, когда я начала сдавать анализы, у меня кровь уже стала другая, вообще показатели крови были другие, поэтому, ребята, принимать вам или нет, у нас есть такое понятие, как wellness boom, baby boom, официально по законодательству мы не имеем права вам рекомендовать, вот я просто вот так ответила, подумайте, то же самое, как и, ну, мы сейчас, мой ребенок пьет асокстантин, почему это натуральный комплекс, но по законодательству все БАДы с 14 лет, вот, вот, так, еще вот такие интересные вопросы, я фотографирую их. А можно, Ира, прокомментировать по поводу рекламы? Да, 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 да. Да, вот как различить рекламу, это или не реклама? Вот если мы будем пить, мы, вот, спасибо, Ира, что ты организовала, я считаю, что Ира прям миссию такую несет, и мы решили тоже потратить время и рассказать людям, чтобы люди предостерегались, и не могли не сказать просто асокстантин, потому что это реально помогает. В чем реклама, не реклама? Если мы не будем рассказывать про это, вы не узнаете. А это ваше дело решать, использовать асокстантин, не использовать, если асокстантин не наш, можете его использовать, это ваше личное дело. Мы хотим рассказать о том, как предостерегаться от вируса, потому что мы через это, как бы, вот, прошли, уже с этим живем, и говорим о том, что нам дают, вот, повышает иммунитет, и почему мы себя хорошо чувствуем. Поэтому это ваше дело решать, реклама, не реклама, хотите, не хотите, используйте, не используйте. Да, смотрите, если какой-то блогер сегодня рекомендует один продукт, завтра другой, послезавтра третий, то ты понимаешь, что он это делает просто потому, что ему заплатили денежку, чтобы он это написал или сказал в эфире. Мы не рекламируем разные продукты, там, каждый день. Мы говорим про асокстантин, вот эти 12 лет с того момента, как мы стали его использовать. Потому что мы его используем, потому что его используют наша семья, наши друзья, наши родственники. Вот и все, да? Наверное, в этом разница между рекламой и рекомендацией все-таки. Хорошо? Ир, дальше. Да, следующий вопрос. Сейчас я прочитаю по поводу опять рекламы. Вот каждый свой заказ на протяжении нескольких лет я делаю распаковку. И если я такая дура, почему каждый раз распаковку я показываю, что я заказываю wellness, wellness? Да, ребята, представляете, у меня эксклюзивный договор с компанией. Я каждый раз покупаю и выкидываю форточку. Покупаю и выкидываю. Логично. Вот каждый раз я вот скупаю. Ира, и ты даже много заплатили. Да, да, что мне заплатили? Ну, вот вы сами понимаете, да, вот такой вопрос. Ну, это как бы на примерах так, ну, я думаю, что умный поймет. Вопрос. Как пить комплекс и с какими перерывами? Ребята, это вот, ну, просто кто-то не знает, очень много новеньких, и кто не знаком с компанией. Мы пьем без перерыва всегда. Но, честно говоря, перерывы я делаю какие? Потому что я иногда забываю его выпить. Вот такой перерыв. Ну, там, например, раз-раз куда-то поехали, например, весь день провели где-то в торговом центре, либо куда-то с дочкой поехали вне дома, да, и я не выпила. Куда-то поехала. Ну, такое бывает, ну, выпил, не выпил. Нет такого, что не выпил, значит, что-то случилось с тобой или наоборот. То есть ты понимаешь, как бы это, вот как, вот у тебя есть кулер-вода, ты дома, ты пьешь воду, ну, и так далее, да. Вот, поэтому здесь нету такого, что... Здесь разработана норма с учетом того, что ежедневные суточные потребности. Вот. По поводу статьи ВК. Марина, можно эту статью я скопирую, сделаю у себя пост и отмечу просто вас, что это ваша статья, потому что очень много в Инстаграме, да? То есть можно же, правильно, я отмечу, что это вы написали. Хорошо? Договорились вы, такие вопросы. Так. Вы пока можете еще раз сказать, а я вопросики поищу. А вот я по поводу перерывов не хочу... А, по поводу перерывов. Есть фармацевтическая... Висит, у меня висит интернет. Ребята, у меня завис интернет. Я зависла, ребята. Все, это у Марины? Напишите мне, что я есть, а Марины... Ну, то есть, что вы меня... Висит, да, висит. О, вот вылетели, да? А, еще один момент, чтобы вы знали. Это тоже должны сейчас компания Арифлейм объявить официально. Сейчас вот у нас есть подписка Life Plus, которую мы заказываем. Раньше это можно было заказывать только сертифицированные офисы. То есть... Но сейчас компания принимает решение, что вы можете ее заказать в любой офис, на любую доставку. Вот, здесь как раз-таки пищевой дневник по питанию и вот такая коробочка. Ну, всего. Потому что, я говорю, я затаялась, у меня очень много всего. Прибиотик. По прибиотику какие у меня ощущения? Вот он у меня, прибиотик. Сейчас я посмотрю, какая это коробочка. Да, это открытая коробочка. Это уже заканчивается. Какие ощущения? Помните, я вам рассказывала, кто меня давно смотрел, что у меня проблемы были с кожей. Очень сильно. Меня все высыпало, высыпало. Я не знала, с чего это было связано. Как только я начала, вот я закончила практически, да вообще остатки, прибиотика, я поняла, что у меня кожа стала чище, намного лучше. Мои ощущения. Да. И вот для меня это важно. После того, как у меня все замечательно стало лучше, что я сделала? Вы думаете, я стала потом, вот, наверное, в течение этих дней пяти, я так вот, иногда выпью, иногда нет. То есть, вот когда реально человек болеет, он перепуган, он что-то делает. А потом, когда этого все хорошо, он у меня вот уже болеет. Валяется прибиотик, там я уже сырники постоянно еду. Я вам видели, да, вы там что-то делаете. А так я в основном, почему-то мне вечером, да, я вечером прибиотик делала, пила. И жду Марину Илью Перфилеву. Вот, что вам рассказать? Ну вот, я считаю, что, кстати, вот прибиотик сейчас очень важный, это тоже как защита иммунитета. Это, вот, смотрите, это корм полезных бактерий. То, что есть в кишечнике, да, что свои, свои бактерии, они есть, они справляются с иммунитетом, они повышают иммунитет, то есть это вот для них. Да, почитайте очень много информации по прибиотику. Мы ждем Марину Илью. Как только зайдут, пожалуйста, напишите. Вот, потому что, да, может быть что-то с интернетом. Так, я еще сейчас посмотрю на вопросики, которым могу ответить. По поводу годовалому ребенку нужно ли шить масло и болеть ли маленькие дети. Я считаю, что годовалую, если ребенок у вас есть, вообще не надо с ним никуда выходить. Пускай он будет дома. Откройте балкон, посидите, выведите туда коляску. Пускай ребенок дышит так. Я считаю, зачем вообще куда-то вводить маленького ребенка сейчас? Не надо, не надо шутить с этим. Здравствуйте, можно ли как-то продиагностировать самостоятельно первые признаки заболевания в интернете, гулять, способ самодиагностики, сделать глубокий вдох и так далее. Ребята, нам такие вопросы не задавайте, потому что мы не медики, мы не знаем, как это есть. Я думаю, что если даже Илья и Марина придут, то ответят. Так, коллеги с проблемой работы кишечника говорят, почему не было его раньше, ушли проблемы. Да, ну вот у меня вроде как и не было, хотя я не знаю, что у меня высыпание, может быть и были какие-то проблемы как раз таки с кишечником, которые, когда я начала регулярно пить пребиотик, мне стало лучше. Еще раз, чем отличается пребиотик от пробиотика? Вот для меня это была, например, такая крутая информация важная на семинаре. Пробиотик – это лактои всякие бифидобактерии, бактерии, которые мы наполняем, да, это очень полезно. Это тот же самый кефирчик, да, можно сказать. А пребиотик – это корм для тех самых бактерий, которые они увеличиваются. У меня прямой эфир. Муж хотел зайти. Вот. А у меня вздутие от пробиотика слишком большое. Ну, не знаю, кто как, я вот никакого вздутия не ощущаю, я бы пила вечером и все, и пошла спать. Ну, как бы так. Так. Безопасно ли ехать с ребенком в коляске, в лифте, если он ничего не трогает, сколько держится вирус в воздухе? Вам отметили, что три часа в воздухе. Официальная информация. Вот. Ребята, ну вот, Марина или нету, может быть, какие-то вопросики есть ли ко мне будут, потому что да. И если будет такой интересный эфир, то мы еще его проведем. Сегодня, прям с утра, у меня, я списывала с моим фитнес-тренером. Это девочка, она чемпионка по фитнес-бикини. И на мне, да, подписывается. Пытается позвонить. А, вот, все, эфир пошел. Сейчас, ребята, ребята, да, 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 все, добавить. Задержка идет, все, сейчас они подключаются. Все, отлично, отлично. Вот задержка идет у нас. Так. В восьмом каталоге будут антисептики. Пока ждем официальной информации. Все, отправили посмотреть еще раз. Добавить, добавить. Ожидание, ожидание. Сейчас в бой идут, да. Я думаю, сейчас Мариночка будет. Все. Все? Нет, Ирина, сейчас я понимаю, что пребиотик можно только днем и ночью, можно действовать. Минутку, пребиотик. Пребиотик можно в любое время суток. Его можно добавлять в пищу. Его можно разбавлять даже горячей водой. То есть, это, вы знаете, как вы варите супчик, да, там капуста у вас. Здесь такая же капуста. То есть, я не знаю, как кипятком, но как бы, да, вы можете в ваш... Вот, например, есть волос супчики, вы можете туда даже засыпать, его делать. Просто будет привкус капусты. Вот. Угу, Мариночка. Да, мы его... Тебя слышали прекрасно, да? Был вопрос по поводу годовалого ребенка. Но вот мы, например, здесь вот находимся, мы ни одного ребенка на улице не видели. Ну, не придет никому в голову таскать куда-то ребенка. Ну, спросите кого-то сходить за продуктами. Оставьте вы ребенка дома, откройте форточку, проветрите. Ну, я бы не водила бы. Не видеть на улице. Вообще ни одного. Ни годовалого, ни полугодовалого, никакого. Ну, куда вам их таскать-то? Ну, зачем? Ну, поберегите себя и тем более уж детей. И ваших пожилых родителей. Уже ребенку очень тяжело, как бы, объяснить, что можно трогать, что не можно трогать. Как бы, он так или иначе будет за все хвататься, и будет тяжело. Спросите соседей, они идут за продуктами, чтобы вам что-то купили. Ну, я бы ребенка оставила бы дома, пока вот это все происходит. Сами, да, мы от предосторожности передвигаемся, все живем полной жизнью практически. Не тусуемся в кафе и ресторанах. Мне понравился комментарий, я сказала своего ребенка, что мы завтра пойдем гулять на балкон. Реально здесь так и делают. Если есть балкон, вообще замечательно. Окно просто открывает, в окно дышит, смотрит. Дышит, да. Я же говорю, здесь поют песни, кастрюли стучатся, дитями кастрюли, кто чем развлекается. Да, ну, не ходите по литкам, по улицам. Кто-то чихнет, понимаете, неожиданно. Ну, и вот он ничего ребенок не трогает. И что? Вы знаете, что хотим еще сказать? Как бы, в России об этом еще не думают. В Испании, в Италии, как бы, об этом уже сильно думают. Это уже стало проблемой. Ну, вот мы говорили, люди дома с ума уже сходят, да. То, что на тот же иммунитет, как бы, влияет стресс, да. А вот это, скажем, бесцельное сидение дома, оно так или иначе приводит к стрессу. Человек начинает смотреть с утра до вечера все новостные программы по поводу коронавируса, следить там за тем, кто это, сколько заразилось и так далее, и так далее. Ты погружаешься, как бы, вот в эту информацию и начинаешь стрессовать, да. То есть, чем больше ты это смотришь, тем больше у тебя стресс. Вот, человек лежит на диване, смотрит телевизор с одного канала на другой, как бы, по кругу все вот эти новости по поводу коронавируса. По всем каналам на кладу уже. Вот, и вводит сам себя в состояние вот этого, как это вот, ну, если не стресс, как по-другому это сказать, ну, короче, антиактивное, да. Поэтому, как бы, очень много сейчас в Испании ресурсов, информации о том, чем себя занять. Это не потому, что скучно, а потому, что если вы не будете заниматься чем-то активным и продуктивным, вы будете лежать на диване и смотреть без конца вот эти передачи по поводу коронавируса. По поводу ресурсов, я как артистка балета, то есть театральное общество, имею принадлежность, да, я подписана практически на все театры. И все абсолютно театры, вы сами петербургские, посмотрите, новосибирские премьеры, они все ведут прямые эфиры. Ну, смотрите вот это вечером, вместо какого-то сериала, или вот, не дай бог, эти вот гоблины у нас, эти говорящие головы, эти, что там у них, они постоянно что-то орут, теперь в эфире уже никого нет, кроме их оручих голов. Посмотрите лучше премьеры, посмотрите хорошие спектакли. Запишитесь на какие-то курсы, сейчас очень многие проводят онлайн-курсы. Проводите время с пользой, не забивайте голову и лишний раз не смотрели. Посмотрели раз в день новости, да, нужно быть в курсе событий, но не постоянно. Ну, тут в чем еще важный момент в этом плане, кто еще не в курсе? Человек – это социальное животное, да, или по-другому стайное животное. Мы эволюцией созданы для того, чтобы жить в коллективе, в стае. Сейчас ученые говорят, что человеческий мозг рассчитан на то, чтобы постоянно держать в голове 150 членов стаи. Мы нуждаемся в общении. И вот если у вас телевизор начинает заменять реальное общение, одно дело, вы там в течение дня ходили, работали, вечером пришли, посмотрели телевизор, а сейчас если лежать на диване и смотреть телевизор, то начнешь со 100%. Но даже если не лежать на диване, а готовить что-то, и фоном включать, вот эту билиберду, ну... Ну, короче, диван нужно отодвинуть, эту билиберду отодвинуть. И важно не только не смотреть постоянно какие-то негативную информацию, там, страшилки по поводу коронавируса, а важно занять себя общением. Ну и, грубо говоря, интернет нам в помощь. Да, не просто там смотреть что-то позитивное в интернете, по телевизору, а общаться, да. То есть в этом плане для нас, конечно, проблем нету. Мы тут с утра до вечера в прямых эфирах, в телеконференциях постоянно с кем-то общаемся. Как бы кто занимается нашим бизнесом, вот этой проблемой отсутствия общения с коллективом, как бы не истыкывает. Так, на самом деле, вот по поводу, у меня родилась идея, я как раз-таки вызов, я прервала. Мы сегодня общались с моим фитнес-тренером, еще, говорю, девочка занимается фитнес-бикини, спортом, грубо говоря. Чтобы с ней проводить, и еще у меня есть девочка, с которой я хочу, так же написала ей, но мы еще не списались. Мы занимаемся с ней, это мой тренер по зомби и по стрип-пластике. То есть, чтобы миксовать, и, например, раз в день, кому нравится такая идея, например, в 10 часов выходить, и вместе с каким-то тренером, вместе у дома, блин, что-то делать, да? Мне кажется, это классно, подключаться всем и просто делать какие-то упражнения. И вот именно, может быть, я буду находить новых фитнес-тренировок, кто-то не согласится постоянно, конечно, бесплатно работать, да? А вот просто находите, мне кажется, это будет классно. И вот я заметила, что сейчас у Эдуарда Васильева, у Купушовых, да, прошел, я увидела, как раз-таки у меня идея возникла такая. И мы переписываемся. Вот мой тренер, она сейчас завела группу, и вот те девочки, которые с ней занимались, ну, это личный тренер наш, да, как платный, да? Она создала нашу группу, чат, и она вчера нам выложила задание, которое делать. Я вижу, что там девочки там пишут, я сдыхаю там на третьем группе, кто-то там на пятом, а я уже, я еще вчера не успела делать, потому что у меня были по работе итоги каталога. Планерки, планерки, я ей пишу, Юлечка, прости, я не успеваю. А вот если в 10 часов дедлайн, всех будет точно вот прямой эфир и утренняя зарядка, да, с тренером, мне кажется, это будет круто, пойдет. Напишите, пожалуйста, если вам нравится такая идея. Мне кажется, вообще, это будет весело, интересно, и когда вы все вместе будем общаться, ржать, какие-то упражнения делать, да? Классно, да, правда же? Отлично. Ну, это вот на ту же тему, что физические упражнения нужны, их нужно склонировать, потому что мы же живем на уровне привычек, да, то есть, как бы, у тебя выработались какие-то ежедневные привычки, а сейчас, как бы, мир меняется, да, вот твой личный мир полностью изменился. И нужно срочно, как бы, выработать другие привычки, да, иначе, иначе, вот к чему это все? Иначе, это лежание на диване, стрессовое состояние, что приведет к падению иммунитета и, как бы, вытекающим проблемам. Угу. Угу. Вот. Вот. Вопросы, так, привезут? Вопросы есть, если нет, то тогда придется передвигаться опять в работу. У меня просто запланированы сейчас пламерки, муж тоже заходит, я слышу, что он жужжит, у нас блендер, который взбивает коктейль, я слышу, он жужжит, он у меня уже заходил, ты где там у нас, просто уже у меня готов коктейльчик. Вот, ну и вообще, как бы, уже пора обедать. Ребята, мы еще с вами все встретимся в эфирах и будем интересны новой темы, потому что идей очень-очень много. Все, всех целую. Все, спасибо, что пришли, посетили наш прямой эфир. Пока-пока. Всего хорошего, будьте, главное, здоровы, берегите близких, реально, и будем встречаться, жизнь продолжается, и все это у нас пройдет, и все мы будем здоровы. Пока. Да. Всем пока-пока. Пока.